Строительство нового здания котельной и состояние тепловых сетей. Эти вопросы в ходе выездного совещания на объекты по КТС обсудили с руководителем предприятия депутаты различного уровня представительной власти в регионе. На сегодняшний день дела у самого крупного муниципального предприятия Нарьенмара обстоят не самым лучшим образом. Наиболее остро стоит вопрос по 14-й котельной, которая снабжает теплом большое количество жилых домов и социальных объектов. Здесь требуется обновить как помещение, так и материально-техническую базу. Проект нового здания котельной, которое планируется оснастить современным оборудованием, уже готов. Мы сейчас вот его буквально сегодня отправили на достоверность сметной документации в нашу экспертизу. А так экспертизу промбезопасности этот проект прошел. И значит в том проекте здесь у нас будут теплообменники стоять, а новые котлы, модуль будет во дворе, рядом с этим зданием. Основное препятствие для реализации строительства – отсутствие финансирования. Цена вопроса – порядка 50 миллионов рублей. Без окружной и федеральной поддержки здесь не обойтись. Здесь нам нужна или 60 плюс программа, да. Они, если процент износа 60%, они могут войти, мы можем войти в федеральную программу и поучаствовать в ней. Но в этой программе написано, в федеральной программе, что дотационные субъекты, субъекты, у которых бюджетная обеспеченность больше единицы, они не могут участие принимать в этих программах. А у нас больше единицы бюджетной обеспеченности. Опять мы не можем. Хотя мы Арктика, мы обособленный объект с точки зрения территории. Поэтому здесь мы договорились. Сейчас мы отработаем с департаментом. Мы выйдем от нашего комитета, я попрошу комитет, выйдем на председателя правительства с тем, чтобы все-таки посмотреть вот эти программы. Ситуация усугубляется тем, что средства, поступающие на счета предприятия, списываются в счет долгов. Но механизм решения проблемы есть. На предыдущей сессии мы 30 миллионов, которые предполагалось заложить на это, сняли для того, чтобы за вот это время до сессии, которая у нас состоится в июне, они проработали механизм, как эти деньги правильно использовать, чтобы их не потерять. Механизм у них готов. Соответственно, не на этой сессии, а на июньской мы будем его рассматривать и возвращать деньги, которые были сняты из резерва на эти мероприятия. Несмотря на то, что деньги будут возвращены на июньской сессии, они уже начали работу, договорились о заливке фундамента, нашли поставщика, который готов сделать модульное здание котельных. Также в ходе выездного совещания директор предприятия рассказала о программе модернизации на ближайшие пять лет. В частности, речь шла обо всех котельных, которые планируется перевести в автоматизированный режим работы. Это, в первую очередь, 14-я котельная, там 13-я, ну и все котельные, которые работают с операторами. Вот их у нас семь, их нужно автоматизировать. Это, во-первых, экономия ресурсов будет, экономия трудозатрат, потому что операторы – это где-то 2-2,5 миллиона в год заработная плата. Операторы у нас все такие пожилые, то есть, если какие-то произойдут сокращения, это всё будет безболезненно. По итогам совещания участники обменялись предложениями по выходу из сложившейся ситуации, а также наметили дальнейший план действий.